Продолжение следует... 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 Первичной и конечной точкой явилась оценка частоты достижения полного патологического ответа и бессобитной выживаемости. Вторичными и конечными точками были оценка PCR, оценка общей выживаемости, а также оценка бессобитной выживаемости в популяции с ПДЛ-1 экспрессией. Как видно из дизайна, в исследование были включены 1278 больных с ранним раком молочной железы. Первая группа пациентов получали 12 инфузий виклипоклитокселя плюс пембролизума по 200 мг 1 раз в 3 недели, далее режим 4ЕЦ с пембролизумом. И после хирургического лечения больные еще 6 месяцев получали терапию пемболизумом, эндокринную терапию до 10 лет. И вторая группа, которые получали химиотерапию по классике плюс плацебо, то есть 12 уведений виклипоклитокселя, далее 4ЕЦ. После хирургического лечения больные получали только эндокринную терапию до 10 лет. И согласно результатам исследования, улучшение ПЦР наблюдалось при добавлении пемболизума по кхимиотерапии по сравнению с плацебо и увеличении частоты достижения Т0Н0 на 8,5%. Преимущества ПЦР в целом одинаково в заранее отдельных подгруппах, включая ПДЛ-1 статус и позитивность рецептора эстрогена. Относительно безопасности применения пемболизума по в целом новых незарегистрированных нежелательных явлений не веявлено. В группе с иммунотерапией были преимущественно представлены гипотириозом, в основном гипотириозом, гипотириозом, пневмонитом и надпочечниковой недостаточностью. То есть иммунотерапия при раннем гормонозависимом раке молочной железы – это новое направление в переоперационной иммунотерапии рака молочной железы. На ЭСМО-23 были представлены исследования третьей фазы КНО-522, в котором излучались изобразности добавления пемболизума по кхимиотерапии при раннем трижды негативном раке молочной железы. В некоторых странах результаты данного исследования послужили причиной одобрения пемболизума в переоперационной терапии в рутинной клинической практике. Пациентки с диагнозом триполнегативным раком молочной железы получали пемболизума в добавлении к химиотерапии. При медиане времени наблюдения добавление пемболизума позволило увеличить 60-месячную бессобъективную выживаемость почти 10% и снизить риск прогрессирования на 27%. Итак, перейдем к следующему фенотипу – HER-положительный рак молочной железы. Исследование FERGEN предоставило возможность теэскалации объема неодевантной терапии у больных с HER-позитивным раком молочной железы. Целью данного исследования является оценка возможности лечения больных HER-позитивным раком молочной железы двойной анти-HER-блокадой TRASTUZUMAB плюс PERTUZUMAB без химиотерапии. Основываясь на данных PET-исследования и оценке патоморфологического регресса. На ESMO-23 были представлены обновленные результаты исследования FERGEN. Это рандомизированное исследование второй фазы для оценки возможности деэскалации неодевантной химиотерапии. Первичными и конечными точками явилась оценка PCR, то есть T0,0 у пациентов, ответивших на PET, и оценка показателей бессобъективной выживаемости на 3 года в группе B. Критериями включения подтвержденный диагноз, стадия, диаметр опухоли выше 1,5 см и наличие поражения в молочной железе POP-PET. Таким образом, 356 пациентов были рандомизированы на две группы, группа А и группа Б. Среди пациентов группы Б, имевших полный ответ POP-PET и PCR, не получавших химиотерапию, трехлетная бессобъективная выживаемость составила 98,8%. И лишь у одной из этих пациентов зафиксировано прогрессирование болезни в виде ипсилатерального рецидива. Таким образом, стратегия диэскалации химиотерапии на основе ответа POP-PET и достижения PCR демонстрирует результаты, сопоставимые с результатами комбинированной неодевантной химиотерапии и двойной антигерблокады. Представленный алгоритм позволит избежать химиотерапию практически у третий больных R-положительным ранним раком молочной железы. Однако, большинство R-отрицательных опухолей все же имеют небольшое число рецепторов R. Недостаточное для трактования статуса как R2-позитивным, но понимание биологии данного феномена и главное появление таргетной терапии для такого варианта заболевания привели к необходимости выделения таких картином в отдельную группу рак молочной железы с R2-лоуэкспрессией. В результате исследования 2 треть больных с уминиальным раком молочной железы имеют статус R2-лоу и около 1 треть больных с ранним негативным раком имеют статус R2-лоу. Давайте рассмотрим исследование Дистинай-Брест, которое поможет найти правильное решение для пациенток с подобным фенотипом распространенного рака молочной железы. На конференции ESMO-23 были представлены результаты исследования Дистинай-Брест. Это открытое многоцентровое исследование третьей фазы, в которое были включены 557 пациентов с неоперабельным или метастатическим раком молочной железы с наличием экспрессии R2-лоу, получивших две линии химиотерапии, а в случае наличия гормоноположительного статуса опухоль должна была считаться резистентной к эндокринной терапии. Как видно из слайда, первичной и конечной точкой было исследование выживаемости без прогрессирования. Первая группа пациентов получали терапию Трастузумаб-Дерустекан в дозе 5,4 мг на 1 кг веса 1 раз в 3 неделю, и вторая группа – химиотерапию по выбору врача. При медиане срока наблюдения в 18,4 месяцев отмечено значимое преимущество терапии Трастузумаб-Дерустеканом над химиотерапией, снижение риска прогрессирования на 49% и двукратное увеличение медиане выживаемости без прогрессии 10 месяцев против 5. В исследовании аналогичные впечатляющие результаты подтверждены для всех пациентов и гормональным плюсом, и гормональным минусом статусом. Снижение риска смерти достигло 36% и увеличение медиане без прогрессии составило 23 месяца против 16 месяцев в пользу терапии Трастузумаб-Дерустеканом. И общую выживаемость у нас получилось 18 месяцев против 8 месяцев. Самым поздним побочным эффектом при терапии Трастузумаб-Дерустеканом стали интерстициальная болезнь легких и пневмонит. Таким образом, следует отметить, что исследование Дестинай-Брест продемонстрировало высокую эффективность применения Трастузумаб-Дерустекана у пациентов Херду-Лоу метастатическим раком молочной железы, значимые преимущества Трастузумаб-Дерустекана по общей выживаемости пациентов и высокий уровень объективного ответа позволит использовать Трастузумаб-Дерустекан как препарат выбора у пациентов с выраженной симптоматикой. У меня вопрос. Оптимальная терапия при эстроген положительной Херду-Лоу метастатического рака молочной железы после двух линий лечения, то есть кармональная таргетная терапия Сидика 4,6 и химиотерапии. Здесь варианты ответа и ответ искусственного интеллекта. Трастузумаб-Дерустекан – это новый антителолекарственный конъюгат, показывающий обещающие результаты в лечении опухоли с низким уровнем экспрессии R2. Однако, важно подчеркнуть, что для точного выбора лечения необходимо учитывать все доступные клинические данные и консультироваться с онкологом. Все-таки человеческий фактор важнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.